МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А Дарья Киреева предполагает, что снег надуло с площади Ленина. Зимнюю резину можно было не ставить. Снег отключили за неуплату, предполагают омурчане. В общем, так называемая засуха стала главной темой в соцсетях. Этому даже посвящают скульптуры. Такую куклу создал опечаленный студент энергетик Камгу. Ведь даже на дне океана есть снег. Мисс Улису Калинина повстречали авторы следующего ролика. Женщина просто силой взгляда остановила автомобиль. Благовещенка выскочила на проезжую часть, улыбнулась и пошла дальше. Такое поведение пассажиры объяснили по-своему. Новый год на хате у губернатора Козлова предлагает в социальной сети ВКонтакте. Отмечать праздник вместе зовут с очередной поддельной страницы главы региона. На ней псевдокозлов за репост обещает договориться об отгуле и проводит опрос среди командиров диванных войск. Не менее активно остается фейковая страница губернатора в Твиттере. Губернатор Самарской области тратит на освещение своей деятельности 520 миллионов рублей. Кажется, моя пресс-служба не дорабатывает. Давайте, главное, без войны с Вьетнамом и Таиландом. Нам же нужно где-то отдыхать. Страница Александра Козлова, созданная перед выборами, стала похожа на доску объявлений. В последний раз публикации там появлялись в сентябре. Но и их делал не сам глава региона. В пресс-службе правительство рассказали, эта страничка не губернатора. И кем она была создана, не знают. Не особо активно ведут себя и поклонники Козлова в Одноклассниках. Фан-клуб губернатора в последнее время тоже редко делает публикации. Эй, ты мой пупсик. Я люблю тебя, пупсик. А ты меня любишь? Ой, ты мой пупсик. Пупсик. Четырехлетняя Алиса разговаривает со своей тетей. Видеопризнание уже стало своего рода открыткой, которую амурчане пересылают друг другу. Девочка стала звездой амурского интернета. И ее достижения пытается повторить герой нашего следующего ролика. А сейчас, как всегда, небольшая зарисовка от наших телезрителей. Так они увидели Благовещенск в объективах своих телефонов и фотоаппаратов. Субтитры создавал DimaTorzok Творческое объединение студии «Артворк» запустили проект «Кастинг». Больше 30 музыкантов борются за съемки профессионального клипа. Такую возможность дадут лучшему исполнителю. «Артворк» создали клипы для амурской группы «Кефир». После премьеры ролика творческое объединение стало получать письма с вопросами от молодых музыкантов, которые хотят клип, но финансовой возможности на это у них нет. Проект «Кастинг» ее подарит. Победителю клип сделают бесплатно. Как идет отбор, вы можете посмотреть на канале студии на ютубе. Уже готовы три выпуска. Трехкратный чемпион Дальнего Востока. Сегодня у нас в гостях. Точнее, мы зашли на страничку к фитнес-тренеру Юрию Исмогилову. Такими танцами Юрий зачастую желает спокойной ночи своим подписчикам, но многие читательницы после такого не могут уснуть и пишут об этом в комментариях. Фитнес-тренер рассказал нам, что обожает танцевать и доставлять зрительное удовольствие людям. На страничке Юрия фотографии и видео с соревнований, отдыха и тренировок, на которые Юрий и зовет в своих соцсетях. Ловите автохамов недели. Они снова заняли места парковки для инвалидов. А сейчас оригинальная себяшка от Алексея и новогодняя вкусняшка от Жени. Ставьте хэштег «Альфа-канал» и добро пожаловать к нам в эфир. Это была рубрика «Онлайн». Оставайтесь в сети, но не забывайте, что реальная жизнь намного интереснее. За снежное селфи Благовещенка Наталья попала на концерт команды КВН «Максимум». Хотите на свинку Пепе? Наряжайте елку. Удачи!